эфир пошел всем привет мы готовы время вот-вот даст старт так что друзья мои слушайте наблюдаете я думаю эфир получится здоровский поскольку мне есть о чем рассказать и я в свою очередь попытаюсь рассказать все что будет интересно вам я думаю самое главное место которое я должен буду посетить это мой концерт я же говорил подписывайтесь здесь самое вкусное самое клевое что можно узнать первыми если меня песни не только я просто не делаю все и если меня песни цепляет возможно она кому-то зайдет и еще нельзя жить в образно говоря в 2020 году как музыкальное сопровождение используют там восемьдесят шестого как это уже не является ты же натурально да то было тогда сейчас другое время другие звуки другие сэмплы другие биты другое настроение и мне пришлось проделать огромную работу для того чтобы большую часть своих песен которые я использую концертной программе и так далее просто перее переиздать то есть перепеть пересвести переаранжировать где-то добавить какие-то современные фишки это модные там элементы музыкальные и так далее я на этом не остановлюсь потому что материалу мне действительно очень много и я не говорю только о старых песнях я говорю еще о новых которых еще никто не слышал можно сидеть на лаврах почвы да вот я уже многое сделал все у меня хорошо не но лавры могут за есть еще много чего что я хотел бы сделать и все у меня для этого есть просто нужно немножко времени чтобы все это здесь у меня пока чтобы не сбиться у меня есть свой танец ну чисто шатуновский я просто себе ногой отбиваю ритм это и есть мой метроном и где бы я не находился пошел бы я в зал или за кулисой и все у меня метроном включился я знаю что я никогда не промахнусь никуда потому что у меня есть свой внутренний клуб и это моя образно говоря там рабочая нога я по поводу вопросов дело в том что у меня концерт построен таким образом что я общаюсь с людьми через записки они пишут записки и пока у меня поскольку мне приходится много петь для того чтобы отдыхать не уже паузы какие-то да и вот в это время я как раз таки общаюсь людьми и много интересных вопросов люди пишут абсолютно на разные темы взрослые детские там дурные смешные и и диалог происходит у меня на концерте вот таким образом всегда я не стою там я не живу там я живу здесь и сейчас и время сейчас просто если ты здесь остановился все здесь ты и останешься а надо идти вперед надо двигаться вперед тем более все если это потенциал есть материал есть время желание есть силы есть команда есть все есть дайте чуть-чуть времени все это сделать и показать тело я знаю одну вещь в этой жизни что какие бы знакомства у тебя не были сколько бы не было у тебя врагов или друзей самое главное кто ты что ты что ты делаешь зачем ты это делаешь для Ты кого-то это делаешь, и если ты это делаешь, значит, это прежде всего нужно тебе. А если ты это сделал, результат не заставит себя долго ждать. И результат, как вы сами все понимаете, я есть сейчас, я был тогда, возможно, я буду когда-то еще, но это возможно. Для этого не нужно иметь знакомых, для этого нужно иметь просто огромное желание, трудолюбие, любить то, что ты делаешь, любить свою профессию и писать новые треки. Практически 90% это все в случае, а может даже 99,9%. А что такое, что запомнило, что вам просто показалось интересным, я не знаю, там улыбнуло, рассмеивало. Улыбнуло меня то, что меня поженили на Волочковой. Точнее, я должен был на ней жениться, и это меня улыбнуло. Причем это мне прислала моя супруга мне в WhatsApp, и говорит, солнышко, а ты с кем? Я говорю, в смысле? Ну, говорит, вот же, ты, говорит, у нее? Я говорю, да, конечно, а где же мне еще быть? Прямо, прям вот с цветами приехал. А это был город Псков, что ли, в том районе, это было, конечно, весело. Круто. Да, круто. Вот так вот. Этим сказано все. У меня двое ребятишек. Пацан и девчонка. Пацану 13, зовут его Денис, он ходит в 8 класс. Ему осталось совсем немного, потом школу закончить, пойдет в летное училище. У него мечта стать пилотом. Я говорю, сын, я тебе в этом не помогу, потому что я не пилот, и я ничего не понимаю. Поэтому придется тебе тащить самостоятельно всю эту свою затею, а в остальном я тебе помогу, чем смогу. Вот. А дочке 6 лет, она ходит в первый класс, зовут ее Эстелка. А, кстати, сын зовут у меня Денис, а дочка зовут Эстелка. Эстелка пока не, не знаю, она смотрит на брата, она тоже хочет стать пилотом, но все, поскольку. А почему нет? Очень хорошая профессия, очень ответственная профессия, и мне кажется, гораздо спокойнее и лучше, чем профессия артиста. Если они со временем запоют, ну, это их право. Пусть запоют. Отвучал очень много раз вопрос, какой я дома? То есть я дома звезда или как? То есть меня встречают как звезду, там с букетом цветов. Нет, дорогие мои, я хочу сказать, что я возвращаюсь домой. Я возвращаюсь домой как отец, как муж, но не как артист и не как звезда. Я приехал с работы, все, я дома. Дома я другой. Я точно такой же, как и все остальные. Возможно, уставшие, возможно, где-то счастливые, возможно, где-то недовольные какими-то вещами, но я не звезда. Дома я просто человек, как и все. Дома, да, вы простой человек. А как вы ведете себя, когда вы пите? Это вопросик. Смотря где. Ну, на работе я не пью, это первое. То, что касается работы, работает святое. Дома я могу себе позволить, да, там, если гости пришли или же мы просто сели и накрыли какой-то ужин, да, это может быть. Ну, я не буяню, я не дерусь, я не ругаюсь, я не кричу. Ну, я, ну, такой же, как и сейчас. Только еще улыбчивый, возможно. То есть я ем все, что приготовил сам. Возможно, я хорошо готовлю, но, опять-таки, это на мой вкус. У меня супруга готовит очень шикарно. Я ей помогаю. То, что мужчина готовит лучше всего, это все, что связано с углем, с огнем, с открытым огнем и так далее. Конечно же, погрелить оно так, как я не сможет, ни мяса не пожарить, ни рыбу, ни птицу, ничего. Приготовить, допустим, больше, как готовит моя супруга, я так точно не смогу. Вообще, любимое блюдо нашей семьи, если говорить, как бы, и детей в том числе, это Беляши. На Новый год, да, у нас есть традиция, мы готовим определенный ряд блюд, которые съедаются просто, не знаю, за два дня. А вы Новый год дома встречаете? Обязательно. Это у вас вот есть такое, да? Многие, кстати, спрашивали, Юрий, про ваших деток, сколько им лет сейчас, и поют ли они? Нет, они не поют, поскольку у них сейчас гораздо важные вещи в жизни есть. Это школа. У меня дочка пошла в первый класс, ну, в том году, да, в девятнадцатом, получается. Мало кто знает, точнее, фанаты знают, что у меня есть семья. Я уже семьей обзаведен был уже много-много лет тому назад. У меня двое ребятишек, точнее, у нас с супругой двое ребятишек, пацаны-девчонки. Я на концерте об этом всегда рассказываю, если люди пишут и спрашивают, а есть ли у вас дети, а сколько их? Могу со стопроцентной уверенностью сказать, их двое. Они мои. Я в этом уверен на тысячу процентов, даже больше, чем. Потому что есть много статей, много фейков, каких-то статей о том, что все это выдумка, что все это как бы неправда, что нет у него никакой семьи. Ну, если вы так считаете, это ваше право. Главное, что я знаю, что у меня оно есть. Есть моя семья, есть моя жена, есть мои дети. И это все. Друзья, приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!